Горочка там, градусов 50. Они все торопятся в село Заречное. Там, на берегу речки Стыр, их ждет новый лагерь гонки. До этой водной артерии, гласит предание, дошли киевские дружины, которыми двигало чувство мести и воля княгини Ольги. Первое упоминание о Заречном датировано 1480 годом. Но люди в этих местах обитали гораздо раньше. На левом берегу речки Стыр есть древнее городище, в котором предки славян жили еще в третьем столетии. Это были люди мирные, но готовые в любой момент к войне. Великолепные наездники, они мастерски владели мечом и копьем, но прочим видам оружия предпочитали пращу. Один удачный бросок, и враг повержен. От жителей этих лесов произошли древляне, казнившие жадного киевского князя Игоря. Он захотел собрать рекордное количество дань. И вот в 945-м древляне схватили киевлянина и привязали его к двум согнутым березам. Что случилось, когда березы отпустили, хорошо известно. Жена Игоря, Ольга, отомстила за мужа, устроив настоящий геноцид древлян. Но дошла только до речки Стыр. Видно, Ольге тяжело пришлось гнать вперед своей дружины. Чем дальше в лес, тем больше замечаешь. Дороги превращаются в болото, а болото в озера. У Андрея Сырбу передний мост от военного внедорожника. Но это ему не помогает. Чтобы не завязнуть окончательно, команда принимает решение не брать контрольную точку. А кто насыпал эту кучу песка? Местные балуют, говорит Сергей Асачи, чтобы гонку остановить. И у них почти получилось. Объезжая песок, машины попадают в ловушку. Да я тебя вытяну назад! Куда ты прямо ешь? Асачи только смеется. В концепцию приключения ловушка вполне вписывается. Хорошая глубина. Вдобавок ко всему, паромная переправа через реку Стыр исчезла. А ведь финиш где-то на другом берегу. Такого никто не ожидал. Был паром, да весь вышел. Вот он стоит на вечном приколе возле противоположного берега. А форсировать реку мы не готовы. Что делать? Недалеко от переправы есть мост. Но он железнодорожный. Пройдет ли внедорожник по рельсам? Шпалы тревожно скрипят под колесами. Должны выдержать. Здравый смысл подсказывает, что паровоз весит больше. А на том берегу, в лагере гонщиков, местные жители решили устроить свое соревнование. Задача выяснить, на каком транспортном средстве лучше всего довезти воду до ближайшего огорода. С наименьшими потерями. Экипажи. Веселая волынянка. Мощность 28 лошадиных сил. Трактор Т-25. Мощность 24 лошадиные силы. Конь Жорик. Одна лошадиная сила. Велосипед Аист и велосипедист Саша. Мощность Аиста зависит от того, хорошо ли сегодня обедал Саша. По взмаху флажка четыре экипажа с полными ведрами отправляются к финишу. Финиш на огороде. На старт. Внимание. Марш. К удивлению, народный автомобиль «Волынянка» показал наилучший результат. Велосипедист Саша отстал от него совсем немного. А вот трактор и конь Жорик привезли практически пустые ведра. И все же зрительские симпатии были отданы велосипедисту Саше. Он получает приз внедорожник. Вот этот. Правда, всего на час. Покататься. Только, пожалуйста, Саша, полегче на поворотах. Закрытый поворот может стать последним. У прототипа «Росомаха» от столкновения с внедорожником «Сузуки Самурай» отлетело колесо. На одном из закрытых поворотов мы немножко не разошлись с одним из экипажей ТР-3. Вот. И, ну, случилось, если сказать, фулл контакт. Самураю сделали харакири. Фара, бампер, радиатор, крыло. Все это нуждается в замене. Хорошо, хоть пилот остался цел. Есть механики, которые за эту ночь должны привести в порядок машину. То есть она завтра утром стартует. В любом случае стартует. А «Росомаха» уже никуда не едет. Во всяком случае сама. Попал не в колесо. Выбил редуктор. Ну, машина вышла из строя. Сначала ее хотели завести в лагерь узкоколейкой. Водрузили было передок «Росомахи» над резину, но потом решили не рисковать. И отправили разбитый прототип на грузовике. 301-й гонку закончил. Едет домой на Полтаву. Но в гонке остается брат Александра Подоляки – Вадим. Он мужественно бьется за победу даже с риском для жизни. И об этом мы вскоре узнаем. Упорству пилотов могут позавидовать оводы, где самые кровопийцы, которых ненавидят гонщики. Слышите легкий гул? Похоже, это не машина гудит, а оводы. Оводы не просто назойливые твари. У квадроциклиста Дениса Щербакова после укусов кровопийц сильнейший отек лица. Полюбить их, конечно, невозможно, но уважать есть за что. Сейчас мы проведем тест-драйв для овода. Он вцепился в наше зеркало заднего вида. Проверяем, на какой скорости он сдастся, и его сдует ветром. Скорость 60. Овод держится. Гордое и упорное животное не хочет сдаваться. Оно в... Скорость растет. 80 километров в час. Овод держится. В 7,6... На скольки? 84. На скорости 84 километра в час овод сдался. Но его товарищи, похоже, решили отомстить и бросились за нами в погоню. Нам бы столько упорства, чтобы дотянуть до финиша. Тяжелый выдался денек номер пять. То есть сегодня пилоты курят бамбук и пляжным делом рулятся. А вся пахота, весь труд повозложен на штурму, который тащит на селе бюту. Приходится больше ходить, чем ездить. Подошвы стираются. Ну, конечно, стираются. А показите, как. Ну, как, вот так. Пятый этап гонки начинается в Заречном и заканчивается в селе с загадочным названием Невир. Главная интрига дня развернулась вокруг экипажа Виктор Янукович, Виталий Майборода. Стартовали третьими, отлично взяли темп, но финишировать собственными силами не смогли. Что-то с самого начала не заладилось. Так каждый день полдня едешь, лидируешь, а потом какая-то техническая поломка, которая достаточно сложная, которую приходится устранять несколько часов. До финиша пришлось ехать на галстуке. Помог экипаж номер 177. Но не до конца. Регламент гонки слишком жесткий. Участники должны сами финишировать без посторонней помощи. Дальше пришлось финишировать вручную. И судьи зафиксировали результат. Можно облегченно вздохнуть. Финиш. А у квадроциклиста Андрея Хорошевского и настроение хорошее, несмотря на подбитый глаз. Красивым будет финиш Хорошевского и его партнера Романа Балыкина, если смогут удержать свою позицию. Они сумели опередить лидеров Новицкого и Литвинова на два с половиной часа. На Украино-трофе, похоже, зреет сенсация. Граница с Беларусью вон там, в нескольких километрах отсюда. Болото здесь неглубокие, но вязкие, как пластилин. И ни одна из контрольных точек не стала легкой добычей для гонщиков. Считается, что праздник Ивана Купалы славяне впервые стали отмечать в этих краях. Иван Купала – это никто иной, как Иоанн Креститель. Именно так его имя переводится с греческого на старославянский. Но Ивана в день славяне праздновали и в дохристианские времена. Правда, древнее название праздника до нас не дошло. Зато известно, как развлекались наши предки в этот день. Гадая на суженого, девушки пускали по реке венки. Молодежь прыгала через костер, очищаясь от всего злого. Те, кто постарше, искали клады с помощью цветка папоротника, упорно считая, что это растение, которое размножается спорами, почему-то должно цвести. Занимательная ботаника сопровождала славян всю ночь. Цветок Иван-да-Марья символизировал любовную связь брата и сестры, за что они и были превращены в растения. Вывод – даже в такой день нужно быть разборчивым в личных связях. Невир. Здесь, словно усевшись за руль машины времени, переносишься на тысячу лет назад. Ночь на Ивана Купала, уверены гонщики, придает силы перед последним этапом. Местные реки, говорят, обладают целебными свойствами. Главное – не переборщить с дозировкой. Ну а это нововведение – перетягивание каната через реку. Проигравшие купаются первыми. Это словно голос забытого прошлого и нашей древней истории. Еще один экстремальный вид спорта. Доберись вверх по шестиметровому бревну и выберешь себе приз. Проигравшие, вытягивая занозы, укишаются поговоркой, что главное – не приз, а участие. Купальский огонь никто не отменял. Древние полищуки верили, что он очищает человека. Но вот еще не доказано, что он помогает выиграть финальный этап Украина-трофи. Этому экипажу ночь накануне Ивана Купала придется провести без сна. Болото ломает даже стальные детали. Вот так на своих троих финиширует в Невире экипаж номер 508. До конца этапа было рукой подать, когда снесло колесо. Начисто. Мы зацепились левым передним колесом за дерево. С треножины экипаж въезжает в лагерь. Похоже, конец борьбе. Но 508-й не сдается. Единственный способ остаться в гонке – попробовать починить колесо. Ночь – это время механиков. Приходится ночью не спать, работать. А что делать? Завтра в бой. В этом году тяжелее, чем в прошлом. Плюс еще, может, какие-нибудь сюрпризы добавятся. Сюрприз механикам 201-й – поменять двигатель. А механикам 508-й – пришить оторванное колесо. Сделаем, говорят кулибины. И они сделали. 201-й резво стартует на рассвете. Доехать до финиша – это самое главное. 508-й, казалось бы, тоже выезжает из Бивуака на четырех. Впереди момент истины для всех. Последний этап гонки. Казалось бы, все самое опасное уже позади. Но трасса может проявить свой жесткий и даже жестокий характер в самый неподходящий момент. Экипаж номер 110 брал последнюю контрольную точку гонки. Один неосторожный поворот руля – и гонщик ломает руку. Был очень сильный удар. Я пытался его править, потому что это хрустело. Но вижу, что ничего нет. Это Вадим Подоляка, брат Александра Подоляки, пилота разбитой Росомахи. Через полчаса после аварии прибыли спортивные медики. Сейчас лекарство начнет действовать. Он выходит из шокового состояния, но руку сводит от боли. Такие травмы – обычное дело на гонке, говорят врачи. Не только на гонках, в любом виде спорта бывают переломы, травмы. Это первая серьезная травма на трассе. И, надеюсь, и последняя. Надеюсь, что он справился. Если Вадим откажется от гонки, экипаж снимут соревнований. Наша доблестная милиция осмотрела, как я одной рукой рулю. Неужели и он не дойдет до финиша? Но нет, Вадим хочет финишировать с поломанной рукой. Да, кстати, вот это все я руку и все. Я все страдаю за Полтаву, потому что я Полтава форевер. Все за нее. А экипаж телеканала «Интер» тем временем решил обследовать контрольную точку, где пилот 110-го получил травму. Сейчас нам надо, получается, возвращаться, да? Да, нам надо туда. Или туда? Нам надо туда поехать. Пилот Александр Лестников разворачивает машину в лес. Это наша работа – быть в эпицентре событий гонки. Дойти – это полдела. Вернуться назад гораздо сложнее. Мы находим контрольную точку, но машина крепко увязла в трясине. Наш четырехтонный вездеход оказалось способен пройти далеко не везде. Можно попробовать подкопать под слой дерна. И, может быть, верхний слой свалится вниз. Но гарантий никакой, гарантий никаких быть не может. Так что просто копаем. Эти кадры вы видите благодаря экипажу машины номер 106. Ребята вызвалили нас из трясины, но при этом так и не смогли сами взять контрольную точку. По большому счету, они отдали нам самое дорогое, что может быть на гонке. Свой результат. Неписанный закон джиперов гласит – помоги сопернику, и когда-нибудь он поможет тебе. Но 508-му экипажу, который всю ночь боролся с оторванным колесом, уже не помочь. Даже после ремонта крепление не выдержало. Стреноженный агрегат пытались довести до конца с помощью противовеса. Знакомьтесь, Сергей Каминский, противовес. Желание доехать до финиша заставляет быть противовесом. Но даже противовес не помог. Пришлось трехколесные баги брать на буксир. Для 508-го гонка закончилась без финиша. А вот заканчивают гонку претенденты на чемпионский титул в классе ТР-2 – Алексей Конахов и Сергей Безуглый. Слава Богу, все прошло так, как задумано. Результат. Посмотрим. Скромность, похоже, их победе только мешает. Не, я знаю, я всегда лучший. Кто лучше, быстрее, сильнее? Спорт – это всегда спорт. В лагере две легенды. Американец...